Трофейный немецкий пулемет И смотрел назад на вершину склона Только что по тропе прошло много народу Женщины, старики, подростки Сопровождавшие их партизаны Казалось, меж камней на склоне Еще бродит эхо их шагов Еще курится пыль, поднятая движением толпы Каждый из жителей нес на себе тяжелую кладь Партизаны помогали жителям тащить их нехитрый скарб Брали из рук усталых матерей детишек Только последняя группа партизан Человек шесть, замыкавшая колонну Шла налегке, без груза, с одними автоматами в руках Эта группа должна была залечь в камнях И преградить дорогу немцам Если они станут настигать беглецов А первым Это должен был сделать молодой партизан Оставленный на тропе у пулемета Он был одет точно так же, как остальные партизаны Что сопровождали колонну Как жители этой предальпийской местности И вообще во всем как будто бы повторял их Но это только на первый взгляд Тому, кто захотел бы всмотреться в него внимательней Стало бы ясно, что он не совоец Не провансалец Его родина не Бургундия или Лангедок Что он вообще не француз У него несвойственные южанину Светло-серые с желтинкой у зрачка глаза Русая прядь под краем шляпы Совсем невозможный для француза южанина Слегка вздернутый, мягких очертаний нос И мягкой плавной овал лица Кто повидал народы из разных стран Догадался бы, что он издалека Что он славянин Он действительно был славянином Русским, бежавшим к партизанам Из немецкого концлагеря Его имя, чтобы было привычно и выговаривать Крестьяне Прованса и Савой, из которых состоял отряд Сократили, переделали на свой лад И называли русского Леон Парень, пока держали в концлагере На территории Франции Научился немного объясняться по-французски Он рассказывал партизанам про свою родину Про те места, где вырос, жил до войны Названия были незнакомы и трудны для слуха крестьян Они не могли их запомнить и не старались Им было неважно, откуда парень родом Гораздо важнее для них было то, каков он в схватках с отрядами оккупантов А в боях с ними русский парень был отважен Спокойно и метко стрелял из пулемета Потому его и оставили на тропе Другого такого пулеметчика не было среди партизан Никого уже не виделось на гребне склона И крестьяне, и замыкавшие колонну партизаны Перевалили за вершину По прямой, по линии взгляда До деревни было километра три Туманный воздух, сизый утренний сумрак мешали глазам Но у Леона был бинокль В кругом поле его стекол В пятеро сокращавших расстояние Он видел, как с разных сторон в деревню въезжают немецкие мотоциклы и грузовики И серые фигурки солдат, рассыпаясь по переулкам Снуют из дома в дом Рыщут во дворах Открывая двери сараев и погребов Да Партизаны получили точные сведения Немцы действительно задумали сегодня расправиться С жителями деревни За то, что все ее мужчины Кто только способен держать в руках винтовку Ушли в горы Стали сёдемаки Взрывающими мосты и фашистские поезда За то, что оставшиеся Помогали им, рассказывая о немцах, что только могли узнать За то, что снабжали партизан хлебом и мясом Доставали для раненых бинты и лекарства В округе уже было несколько деревень Испытавших фашистскую кару Все, кого немцам удалось схватить Были расстреляны А сами деревни превращены в пепелище Русский парень в пастушеской шляпе Смотрел на действия немецкого отряда так Будто слышал всё, что говорили, кричали Немецкие солдаты и их командиры там, внизу И всё дальнейшее было ему понятно наперёд Он нисколько не встревожился Принял вполне приготовленно Когда солдатская колонна двинулась из деревни И стала вытягиваться в змею Достигнув начала горного подъёма Он только считал время Минуты Взглядывая на часы По предварительному его расчёту Должно было пройти не меньше получаса Пока головная группа немцев Вскарабкается по склону на дистанцию Точного прицельного огня И каждая его пуля Будет лететь уже наверняка За эти полчаса Крестьяне уйдут ещё дальше А там Дело уже его выдержки Меткости глаза Искусство пулемётчика Удачи Какой выигрыш времени Дополнительно получат Уходящие в горы Крестьяне Уже простым глазом Леон различал светлые пуговицы Металлические пряжки поясов Шли немцы Такие же точно немцы Солдаты гитлеровской Германии Каких он видел в полях под Минском В лесах Подмосковья В сорок первом году На дорогах у Дона и Волги Следующим военным летом Дымным от горящих хлебов Леон плотнее Прижал приклад пулемёта к плечу Навёл ствол на тройку солдат Опередивших остальных Они поднимались один позади другого Но при этом как бы в ряд Их можно было скосить Одной короткой очередью У него было много патронов Партизаны оставили ему Весь запас трофейных пулемётных лент Но их нельзя было тратить неэкономно Зря Он был один Против целой роты Бой предстоял Свидетели поединка Несколько пастухов Что находились с овечьими стадами На горных пастбищах Крестьяне других деревень Работавшие в этот день В долине на своих виноградниках Рассказывали потом Что только в два часа пополудни Стихла стрельба Непрерывно гремевшая На горном склоне Было это Давно Летом сорок третьего года В самый разгар Войны Спустя много лет Когда уже изгладились Исчезли почти все следы Разрушения Оставленные войной И на месте Сожженные Окупантами Деревни Давно уже Поднялись Новые постройки А дети Которых Матери И партизаны Уносили От немцев На руках Давно уже Стали взрослыми Мужчинами И женщинами И у них Самих Подросли Такие же дети Какими были Они В тот день Сорок третьего Года В Южную Францию По приглашению Друзей Советского Союза Приехали Русские Журналисты На своем пути Они посетили И ту небольшую Деревню В предгорьях Альп Все жители Которые Должны Были Погибнуть Если бы Партизаны Своевременно Не узнали Замыслы Окупантов И не увели Крестьянские Семьи В горы Журналистам Помогли Подняться По тропе Которая Осталась Такой же Крутой И неудобной До первого Перевала И там Показали Могилу Русского Парня Пулеметчика Могила Была Совсем Простая Продолговатая Груда Камней Скрепленных Цементом Чтоб не Разрушили Ее Ливневые Дожди И жестокие Зимние Ветры На камнях Лежали Свежие Цветы Которые По обычаю Каждое Утро Приносят Снизу Из долины Деревенские Дети Отдельно В изголовье Возвышался Тяжелый Камень Врезанная В него Надпись Говорила Что здесь Покоится Русский Солдат Боевой Соратник Французских Патриотов Имя Которого Было Леон Вернувшись В Москву Журналисты Не забыли Об одинокой Могиле На каменистом Склоне Савойских Альп Они решили Выяснить Кто же Был этот Солдат Которого Французы Называли Леоном Откуда Он родом Где жил В какой Школе Учился Не осталось Леон Из его Родных Выяснить Это Оказалось Чрезвычайно Трудно После войны Прошло Уже Столько Лет Но Все же В архивах Министерства Вооруженных Сил Отыскались Кое-какие Следы А дальше Удалось Установить Во-первых Что правильное Имя Леона Леонид И фамилия Его Шестаков Нашлись Документы В каких Частях Он служил До того Как попал В плен Каким Военкоматом Был призван На войну Он Был Из города Ольшанска И что Больше всего Взволновало И обрадовало Журналистов Оказалось Что в этом Ольшанске Еще жива Его мать Просковья Антоновна Официального Извещения О гибели Она поняла Она поняла Что сына У нее нет Война Унесла Поглотила Его Навсегда Может быть Она сумела Бы когда-нибудь С течением Времени Свыкнуться С потери Будь у нее Будь у нее Большая семья Другие дети Требующие Забот Хлопот Внимания Какая-нибудь Родня Вокруг Возле Вообще Кто-то Или что-то Чтобы так Или иначе Заместить Потерю Заполнить Сияющую Пустоту Образовавшуюся В жизни В душе Во всем Существе Просковья Антонны Но семья Шостаковых Состояла Всего Из трех Человек Она Муж Петр Васильевич Да Леня Центр Этого Их Маленького Мира У Петра Васильевича Было Больное Сердце В 1941 Году Во время Рытья Окопов Он умер И осталась Просковья Антонна В доме Одна А когда В 1942 Перестал Писать Леня Просковья Антонна Осталась Не просто Одна Но в том Недоступном Для выражения Словами Одиночестве Хуже Которого Уже Нет Ничего Для Человеческой Материнской Души На земле Просковья Антонна С молодости Работала На одном И том же Месте В городской Библиотеке В ней Она продолжала Работать И дальше Пока могла Пока доставала сил Потом Вышла На пенсию Иногда К Просковье Антонне Заходили Знакомые Чаще Других Ее подруга С юности Олимпиады Олимпиады Григорьевна Такая же Одинокая Старая Женщина Бывшая Учительница Просковья Антонна Грела Тогда Самовар Накрывала В комнате Лип Подвишний Стол Белой Скатертью Ставила Вазочки С вареньем Не забывая При этом Обязательно Упомянуть Какое Варенье Любил Леня Какое Петр Васильевич Хотя Олимпиада Григорьевна Знала Это Так же Фотографии На них Петр Васильевич Еще В дореволюционную Пору Они Вдвоем Вскоре После Женибы В 22 Году По соседству Несколько Фотографий Лени Он Годовалый Голенький Животиком На столе Как принято Было Тогда Снимать Младенцев Школьником В пионерском Галстуке И Последняя Его Фотография С Одноклассниками На другой День После Окончания Школы Леня Уже Совсем Юноша Волосы Ниспадают Светлым Крылом На одну Сторону Лба Стоит В белой Рубашке Воротник Распахнут Смотрит Прямо По всей Его Стати Что-то Твердое Сознаваемое Достоинство Из Множества Забот И дум Прасковье Антонны Что Составляли Когда-то Ее Бытие После того Как возраст Ее Перевалил За 70 У нее Осталась Только Одна Забота Одна Постоянная Беспокойная И Не находившая Решение Дума Куда Поместить Кому Передать На хранение Эти Ленины Фотографии Чтобы Они Не пропали Бесследно После Ее Смерти Прасковье Прасковье Антонны Знало Что Они Никому Не Нужны Ни Для Кого Не Составляют Ценности Никто Не Будет Их Хранить Беречь И Это Сознание Отзывалось В ней Болью Потому Что Когда Это Произойдет Потеряются И Исчезнут Фотографии И Бумаги С Ними Уже Окончательно Исчезнет Утратится И Та Последняя Слабая Память О Ее Сыне Что Еще Присутствует В мире Последний Угасающий Отзвук Его Короткой Жизни Последние Вещественные Свидетельства Что Был Когда-то На Свете Такой Сероглазый Светловолосый Улыбчивый Мальчик Не Помышлявший Ни О Каком Зле Ни Дальнем Ни Ближнем Людям И Вот В Маленькую Комнатку Прасковьи Антонны В Маленькой Ее Дворик С Клумбой И Вишенкой В Тихое Укромное Уединенное Доживание Одинокой Сломленной Совсем Уже Старой Женщины Ворвались Друг Вести Привезенные Журналистами Из Франции Приехали Корреспонденты Фотографы Сначала Одни Потом Другие Появились В газетах Статьи Прозвучали По радио Опять Стали приезжать Корреспонденты Из Москвы Из области Работники Из телестудии В разных Городах Нашлись Ленины Школьные Друзья Их Собрали На телеэкране Они Вспоминали Леню Каким Он был Его лицо Переснятое С групповой Карточки Смотрело С экрана А Лениных Друзей Слушали Смотрели На него Несколько Миллионов Человек Наконец Просковье Антонне Пришло Совсем Уже Ошеломившее Ее На первых Порах Известие Что Если Желает Она Может Поехать Во Францию На могилу Сына Жители Партизанских Деревень Шлют Ей Своё Приглашение Будут Рады Её Принять Московские Корреспонденты Берут Организацию Этой Поездки На себя Так что Просковье Антонне Самой Не надо Ни о чём Нигде Хлопотать Всё Будет Сделано За неё Другими Людьми Было Бы Только С её Стороны Согласие Побывать На могиле Сына О котором Столько Времени Не было Ничего Известно И вот Возможность Хоть так Но проститься С ним Перед вечной Уже Разлукой Любая Мать Тут не Стала Бы Раздумывать Решать Ехать Или Нет Слабые Силы Слабое Здоровье Старое Больное Сердце С этим Просковья Антонна Сумела Бы Как-нибудь Сладить Нашла Бы Как Себе Перемочь Но Во Франции На другой Конец Европы В чужую Страну К чужим Людям Говорящим На непонятном Языке Тут Надо Сказать О Просковье Антонне Что Всю Свою Жизнь Она Была Робкой Неуверенной В себе Застенчивой Она Терялась Среди Незнакомых Людей Робела Если Надо Было Обращаться К должностным Лицам Любых Рангов Она Почти Никуда Не Выезжала Из Ольшанска За Всю Свою Жизнь Даже Поездка В областной Город Представлялась Ей Не по силам Не по возможностям Ее ума Характера Находчивости Расторопности Житейского Умения А тут Париж Франция Не сосчитать Сколько Было Переговорено О Просковье Антонне Об этом С Олимпиадой Григорьиной С другими Знакомыми Сколько Было Высказано Всяких Соображений Сомнений Опасений Многие Опасения Тревоги Просковье Антонны Оказались Напрасными Все Устроилось Даже С экипировкой Ей помогли Дали для этого Нужные средства К назначенному Сроку Она была Готова И в середине Октября Олимпиада Григорьина И знакомые Проводили ее На местном Вокзале В Москву Утром Когда поезд Приближался К Москве На Просковью Антонну Напало Томящее Беспокойство Ей Обещали Что в Москве Ее Встретят Но Просковье Антонне Казалось Что те Кто должен Ее Встретить Без кого Она Беспомощна И не сможет Ступить на Московской земле Даже шагу Просто-напросто Не найдут Ее В этом Многолюдстве Пестрой Беспорядочной Человеческой Сутолки Однако Страх Ее Был Напрасен В гостиничном Номере Поставив Подвешалкой Чемодан Просковье Антонны Устроив На деревянные Плечики Ее Плащ Усадив Ее В кресло Журналисты Представили Таню Худенькую Девушку Лет Двадцати Трех Сказали Что она Будет В поездке Переводчицей И устроителем Всех Дорожных И прочих Дел Просковья Антонна Благодарно И смущенно Кивала Головой Ей Было Неловко Что Столько Человек Ради Нее Одной Оторвались От Своих Дел Конечно же Журналисты Наведались К Просковье Антонне Еще раз Чтобы показать Ей Кремль Просковья Антонна Постояла Перед Мавзолеем В толпе Людей Так же Как и она Приехавших Издалека Впервые Посетивших Москву Потом Журналисты Провели Ее За Кремлевскую Стену На площадь Где стоят Царь Колокол И Царь Пушка К вечеру Она Вернулась В гостиницу Ноги Ее Болели Налились Тяжестью Надо было Хорошенько Отдохнуть Поскорее Лечь В постель Потому что Самолет На Париж Полетит В восемь Утра А Таня Заедет В шесть Полет Реактивного Лайнера Совсем Не походил На полет Как его Представляла Просковья Антонна Собственно Никакого Полета Не было Пассажиры Сидели По три В ряд Слева И справа От прохода В мягких Креслах Как в Кинотеатре Не верилось Что внизу Девять Километров Пустоты И что Неподвижный Только лишь Издающий Легкий Ровный Свист Наполненный Сытым Дремотным Покоем Самолет Несется В стратосферной Высоте С невероятной Невообразимой Скоростью Облака Внизу Мелькали Лохматые Серые Как-то Неряшливо Раздерганные Точно бы Испачканные Что-то Желтело Между ними В некоторых Местах Угадывалась Тусклая Зеленца Это была Земля Франция Из Парижа Прасковья Антонна И Таня Выехали Не сразу Оказалось Что у Тани Какие-то поручения От интуриста Ей надо С кем-то Встретиться О чем-то Договориться Наконец Таня Освободилась Можно было Выезжать Из Парижа Дальше Половину Пути Они совершили В экспрессе С креслами Как в самолете Потом Пересели В другой поезд Похуже Попроще Потише Как бы Из прошлого Даже века Разнобойно Гремевший Разноцветными Вагончиками С открытыми Тамбурными Площадками В полдень Они сошли На маленькой Станции Жарко Пекло солнце Это был уже Юг Департамент Дром Возле станции В долгом Как видно Ожидании Стоял серый От пыли Автобус Шофер Втащил На крышу Вещи Немногих Пассажиров Туда же Последовали Чемоданы Таней и Прасковья Антонны Натужно Гудя Стареньким Мотором Дребезжа Кузовом Автобус Одолевал Петли Пыльной Щебнистой Дороги Из-под колес Летели Камни Щелкали В его Днище Селения Во всем Мертвенность Зной От площадь Ребенка Схозяев За домом Уходящего Обернулся Круги Жалеет Грязные Глыб Пиджака Цветком Таня и Прасковья Антонны Такой Была Их Деревня До войны С Германией Сказала Таня О первых Фотоснимках А так Деревня Выглядела После того Как ее Сожгли Фашисты Прасковья Антонна Увидела Обугленные Стены Печные Трубы Вздымающиеся Мрачными Кладбищенскими Памятниками Среди Хаоса Разоренных Жилищ Мертвые Голые Деревья Картина Была Точь В точь Как На снимках Смоленских Брянских Белорусских Деревень Что в годы Войны Появлялись В газетах Со словами Здесь Побывали Фашисты И в России И во Франции Фашизм Везде Был одинаков Творил Одни И те же Дела С других Страниц Альбома Смотрели Лица Людей Молодых Пожилых Старых На иные Карточки В нижних Углах Были наклеены Черные Полоски Это Местные Жители Кто воевал В армии Участвовал В партизанской Борьбе Пояснила Таня Эти люди Знали Вашего сына Сказала Таня Они были С ним В одном Отряде Вот этого Человека Звали Шарль У него В деревне Оставалась Мать Она Заболела Он Пришел Ночью Ее Проведать Наткнулся На немецкий Патруль Его Застрелили Этот Погиб Тоже В деревне Живет Живет Брат Этот Сейчас В Бразилии Служит В агентстве По продаже Автомобилей Этот Умер Этот Тоже Умер Совсем Недавно Вот он Мог бы Много Рассказать О Леоне Они Были Друзьями Спали Под одним Одеялом Он Помнил Даже Стихи На русском Языке Которые Сочинил Леон А Вы Знали Моего Сына Спросила Прасковья Антонна У господина Фушона О Но Покачал Головой Мэр Лицом Своим Глазами Движением Головы Не только Отвечая Прасковье Антонне Но и Показывая Как он Сожалеет Что судьба Лишила Его знакомства С Леоном Он Быстро Заговорил В своей Возбужденной Торопливой Манере С жестами Рук Направленными За окна На Синеющие Вдали Был в те годы В горах Он Не воевал Уже Не годился Для этого Но тоже Уходил отсюда Чтобы ничем Не содействовать Окупантам Он Воевал С Германией В первую Войну Вот Эта Его Награда Этот Орден На пиджаке За его Храбрость И ранение Леона Он Не знал Потому что Находился Совсем В другом Горном Районе Но Он Много Слышал О нем После От тех Кто Пережил Войну Сейчас Я спрошу Сказала Таня Можно ли Встретиться С кем-нибудь Из отряда Леона С кем-нибудь Из его Боевых Друзей Повернувшись К Проскове Антонне Господин Фушон Покачал Головой Развел Руками Лицо Его Выражало Искренне Горечь Что он Бессилен Ей Помочь Он Говорит Перевела Его слова Таня Что таких Бывших Партизан Осталось Сего Трое Тридцать Лет Это Очень Большой Срок А война Не делает Людей Долгожителями Один Это тот Что в Бразилии А другие Двое Живут На севере Франции Есть Их Адреса Они Знают Что вы Должны Посетить Монтебар Обещали В эти Дни Непременно Сюда Приехать Здесь В деревне Можно Встретиться Только С родственниками Партизан Их Детьми Внуками Как Поступим Дальше Прасковья Антонны Вполголоса Таня Не знаю Есть ли Смысл Здесь Ночевать Может быть Попросим Проводника Сходим Туда Она Сделала Понятное Движение Головой В сторону Окна Видневшихся В него Гор Вы Побудете Посмотрите А в Половине Девятого На станцию Пойдет Автобус Вот и Успеем Соглашаясь Ответила Прасковья Антонна Хотелось бы Конечно Хоть Денек Побыть Могилку Оправить Насидеться Возле Таня Перевела Мэру Их Просьбу Господин Фушон Живо Поднялся На ноги Почти Вскочил С места Взглянул За окно На наручные Часы Он говорит Что Проводит Сам Это Его долг Высокая Честь Для него Таня Переводила Отрывками Едва Успевая За быстрыми Фразами Господина Фушона Солнце Уже На закате Жара Спадает Он Поведет Дорогой Через Виноградники Она В тени А пока Пойдем К горе Станет Совсем Прохладно Можно Будет Подниматься Вверх Солнце 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 Через Солнце 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 Уже Продолжение следует...